Предложите один текст из книги Исход 32 главы. Вот вы знаете, удивительная история, когда Бог выводил израильский народ из рабства египетского. Была очень удивительная вещь. Мы читаем с вами в Священном Писании, что евреи, выходя из Египта, они, можно так сказать, обобрали весь Египет. То есть они вынесли огромное количество весом золота и всяких драгоценных украшений. Ну, а как это было, как это происходило, кто помнит? Египтяне, они уже до такой степени вот уже измучились от этих всех казней, от того, что Бог посылал в египетскую страну. И они вот евреи, чтобы вы только ушли, вот вы идите, вот только уходите, вот вам золото, нате, возьмите золото. И они вынесли очень много золота. Кто-то даже из каких-то богословов, я слышал, сказал, что они получили зарплату за 400 лет своего рабства в Египте. Представьте, да? Ты живешь, живешь, и потом раз получаешь зарплату за 400 лет. То, что твоим родителям недоплатили, твоим там бабушкам недоплатили. Тебе вот это за 400 лет держи. Такую зарплату. Хорошая, да? То есть у них, они вышли все такие обогащенные. И мы понимаем с вами, что Бог их не только вывел из египетского рабства, но еще и благословил их. Они еще получили благословение. Вот, а сейчас давайте, это так как бы предыстория. Но, сейчас мы прочитаем один текст. Вот они уже вышли из рабства, уже пошли в обетованную землю, которую Бог им обещал дать. И вот 32 глава. Мы прочитаем, будем читать с вами с первого стиха. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. То есть посмотрите, что люди начали требовать от Аарона. «Сделай нам Бога». Что это значит? Это значит, что люди могут сделать себе Бога. Вот представьте, есть Бог, который создатель, который сотворил землю, который сотворил небо, солнце, звезды, луну и так далее. Вот есть Бог, который сотворил человека. А есть и другая вещь. Когда человек делает Бога. Вот мы видим, да, из этого текста. «Сделай нам Бога, и пусть Он идет перед нами». И что делает Аарон? Смотрите, что он говорит. Он говорит, «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей, ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли Аарону. Тот процесс изготовления Бога. И что сделал Аарон? И он взял их из рук, их, и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. И сказали они, «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». То есть, посмотрите, что произошло. Первое. Люди начали делать Бога из чего? Первое. То есть, человек может сделать себе Бога из того, что Бог ему дал. Ну, я не в том смысле, по-другому. Человек может сделать себе идола, назвать его Богом из того, что Бог, Создатель Земли, что Бог, Создатель и Творец человека дал ему. И то золото, которое они имели, они из него сделали себе вот этого идола и назвали его Бог наш, который нас вывел из Египта. Посмотрите, насколько они были богаты. Достаточно было всем снять по сережке. То есть, ведь они же получили золото не только серьги, кольца, цепочки, браслеты, потом чаши разные, да, светильники там и серебряные золотые. А он им говорит, достаточно, что только... То есть, они взяли маленькую часть, с ушей поснимали и все принесли в руки Аарона. И Аарон это взял, все в кучку собрал и начал лить. То есть, посмотрите, Бог был литой. Их Бог был литой. Он не был сделан из дерева и потом покрыт какой-то, ну, золотой пленкой или корочкой. Он был литой. Полностью сделанный из золота. И дальше, что он сделал? Он очень красиво взял резец и по этому резцу он... Глаза там, да, что-то так... Уши, рот где-то так... Он резцом аккуратно все это сделал. Они смотрят, ну, телец. То есть, это не теленок, даже не бык, а телец такой, ну, который уже пришел в форму. Вот сделали себе Бога. Мы можем сделать вывод, что, в принципе, из того, что Бог нам дает, мы можем сделать себе идола. Вы понимаете? Даже вот сережечка, вроде бы сережка, маленькая висит в ухе, она стала идолом. То есть, она стала частью поклонения. Из всего того, что Бог дает нам, мы можем сделать себе ложного Бога. А теперь глубже давайте копнем. А что Бог нам дает? Вот что Бог нам дает? Вот у них золото было там немерено. Кому в шатер не зайди, у всех золото. И у них до сих пор у евреев золото. Все золото мира у кого? У евреев. До сих пор. Вот Бог их до сих пор благословил. Вот так вот, что никуда не денешься. Нам только приходится скрежетать зубами и завидовать. Все. Ну, либо радоваться за них, что у них столько много золота, да? Слава Иисусу. Ну, теперь подумайте. Если они сделали из малюсенького того, что Бог им дал, себе золотого тельца, и стали ему поклоняться, мы сейчас до этого дойдем. Теперь подумайте, это очень важно. Оказывается, человек из всего того, что Бог дает, может сделать себе идола. И я задаю вопрос, а что Бог нам дает? Это ты так, как будто ты с библейской школы только приехал. Вот так вот, жизнь. А машина вот у тебя, у тебя Марк 2. Да, я видел в интернете, ты ремонт ему там сделал, тюнинг там, прогнал его, колеса там у тебя такие, ты подъезжаешь прям так, маму подвозил, так подъезжаешь. Ну, видно, что это не какая-то требуха, да? Внутри там, наверное, тоже там что-то такое, там такое. Бог дал или нет? Слава Иисусу, машину Бог может дать. Правда? Правда, работа у тебя за один день. Так, за один день. Они тоже тельца сделали быстро. Тельца быстро тоже. Скинули все, пришли, из рук дали вам все, раз, пока Моисей там на горе ходил. Все быстро же, это же быстро. Даже не успеешь оглянуться, раз, раз. И ты уже пляшешь вокруг этого тельца. Уже все твое внимание сконцентрировано вот на том, что дал Бог. Бог работа, тоже Бог дал, хотя есть работа, которую не Бог дал, которую мы сами взяли, потом думаем, мама дорогая, либо работу, которую нам дьявол подкинул. Но есть работа и от Господа, когда ты действительно получаешь благословение и можешь служить, да? Бог дал работу, но и работа может стать идолом. Что еще Бог дает нам? Жену. О, аллилуйя! Бог дал мне жену. Да? Ну и жены тоже бывают и не от Бога. Жена, которую ты сам себе взял, жену, которую подкинул тебе дьявол, тоже. Конечно же, есть жена от Бога. И Бог дал тебе жену. И ты вокруг этой жены прыгаешь, скотчешь там, да? Ты не замечаешь, как жена вдруг стала твоим Богом. Богиня моя! Вы слышали такие песни? Она богиня моя! Так, слушай, если Бог тебе дал жену, а ты ее уже считаешь богиня, значит, тот Бог, который дал тебе жену, он уже не является Богом, потому что у тебя появилась богиня. Или наоборот, муж тоже. Муж, все, все. Это мой Бог. Он и Бог, и царь, и как еще говорят? И герой, все. Вот для Него я все сделаю. А для Иисуса? А здесь как муж скажет. Вы чувствуете разницу? И при всем при этом евреи, они не отвергали. Они же как назвали тельца? Бог, который вывел нас из Египта. Они называли его, в нашем понимании, они не отвергали. Они называли его правильно. Но он не был уже, это не был тот Бог, который вывел их. Это был Бог, которого они сами сделали из того, что Бог им дал. А когда мы делаем себе Бога, это становится идолом. Идолом. Ну, послушайте, здесь еще есть одна очень такая вещь. То есть, вот из всего того, что Бог нам квартира, может Бог дать нам квартиру? Дом хороший, знаю, Сергей Бог благословил хорошим домом. Бог благословил тебя, да? Отлично. Дом Бог может дать. гражданство со всеми вытекающими. Бог может дать. Здоровье может дать Бог нам. А вы видали, как здоровье становится идолопоклонством? Как вокруг здоровья. То не ешь. Это нельзя. Это вредно. Это опасно. Да ты что? А вот это? А здесь ешки. А здесь мешки. А здесь надо вот это. А и вот это. И вот все вот вокруг здоровья. И здоровья. И вот все здоровья. А как? А где? 80 лет уже надо готовиться к погребению. И человек вот мысленно, даже сам того не подозревая, он сделал из того, что Бог дал ему, сделал идола. А красота. Красота спасет мир. Люди, вы о чем? Где вы такое? Кто вам такое сказал? Красота суетна, миловидность обманчива, говорит Библия. А что, не нужно быть красивой? Нужно быть красивой. Что, не нужно за собой ухаживать? Нужно. Но она не спасет вас. И человек ради красоты, и вот это сегодня можно увидеть не только среди женщин, девушек. Мужики сегодня делают такие вещи, которые, ну, в мою молодость это было невообразимо, себе даже представить, что они делают сегодня. Мне там один мастер сказал, что приходят мужики, в салон делают. Я говорю, что, правда, что ли? Говорит, да. Говорю, мама дорогая. Все ради красоты. А сколько времени в это вкладывается? Красота. А на некоторых смотришь, знаете, вот, ну, ладно, был бы там, или была бы там страшненькая, или, ну, там, ладно, нужно приводить себя в порядок. А некоторым Бог дал красоту уже. Он уже им дал красоту. Они сами по себе уже красивые. Нет. Надо еще добавить чего-нибудь там. Что-нибудь надо. Вот уловите суть сегодня, которую я хочу сказать. Из всего того, что Бог нам дает, мы можем сделать себе идол. Талант. Талант. Вы знаете? Талант. Бог дал талант или способность, и мы вокруг него идол. Можем сделать идол. Голос хороший. Или умеешь играть на каком-то музыкальном инструменте. Или говорить можешь. Служение, которое Бог нам дает, вот, доверяет, может стать идолом. Может. То я уже не вокруг Бога, а я вокруг служения круги нарезаю. И забери у меня служение. Все. Это смерти подобно. Слушай, ну, при чем? При чем здесь? Забери у меня служение. У тебя же Бога не забрали. У тебя же только служение. Ты лишился служения. Ну, Бога ведь у тебя не забрали. Ну, да. А почему ты так реагируешь? У меня служение забрали. Все, я умираю. Я на всех обиделся. Я в церковь больше ходить не буду. Все. Он умер. Потому что служение для него стало Богом. Вот это разница. Итак, мы увидели. Первое. Что из всего того, что Бог дает человеку, человек может сделать себе идола. Объектом поклонения. Ясно, да? Поэтому мы, как христиане, мы должны за этим бодрствовать. А не является ли то, что мне Бог дал, идолом, Богом. Не замечает ли оно Бога? Мы должны за этим наблюдать и бодрствовать. Пусть Господь нас благословит. Но еще одна очень важная вещь. Посмотрите. Пятый стих. То есть, когда уже был телец готовый, четвертый стих описывает, что уже телец был готовый, уже резцом его обделали, поставили его. Люди уже там, вот Бог наш провозгласили. И что сделает Арон? Он увидел сию и поставил пред ним жертвенник. Посмотрите, это уже еще другая вещь. То есть, сделать себе Бога – это одно. А еще он поставил жертвенник пред этим Богом. То есть, люди начали приносить жертву этому Богу. Они начали жертвовать чем-то. То есть, уже понесли, уже не только понесли сережки, кольца, браслеты, все, что у них было, они начали туда отдавать. И заметьте, какой хитрый обман дьявол делает. Не Богу, а чему? Идолу. И оно уходило в пустую. Идолу. И вот как, смотрите, как он это поставил и говорит, завтра праздник Господу. Все, теперь сходитесь по домам, а завтра мы будем все праздновать. Это будет праздник Господу. И у всех такое праздничное настроение. Все такие радостные. Ура! У нас завтра праздник Господу. Плов будем кушать. Все такие довольны. Чай! Все! Аллилуйя! Бог, который вы... Наконец-то мы его увидели. Бог, который... Вы в его присутствии святом. Посмотрите, как он блестит. Как он на солнце переливается. Наш Бог, который вывел нас из рабства Египетского. Вот такая атмосфера была. И посмотрите, шестой стих говорит, и на другой день они встали рано, причем рано проснулись, то рано не разбудишь их. Тут проснулись рано, и принесли все сожжения, и жертвы, и сел народ есть, и пить, и после встал играть. То есть начали веселиться. Я не буду здесь дальше перечитывать историю, что на горе Господь сказал Моисею, он говорит, знаешь, иди скорее сойди вниз, потому что народ развратился, ты вывел его из Египта, а он развратился. Они там сделали себе литого тельца, поклоняются ему, то есть уже поклонение пошло уже в прямом, не только в переносном, но и в прямом смысле. Принесли ему жертвы, они говорят, вот наш Бог, мы ему будем поклоняться, и так далее. Моисей вступает в разговор с Богом, он просит, чтобы Бог помиловал, ничего, чтобы не происходило, и так далее. И Господь милует, он отворачивает это зло. И дальше 15 стих мы видим, что Моисей, он сходит с горы, и в руке у него законы, скрижали Божии, письмена Божии. И вот он спускается с горы, и услышал Иисус, который был с ним, Иисус с нами, он услышал голос народа, шумящего внизу. Ну и начал у Моисея спрашивать, там смотри, там что-то там происходит. Моисей сказал им, это не крик, ну такой побеждающий, но это вопль, и не вопль поражающих, я слышу голос поющих, то есть они еще этому пели песни. И когда же он приблизился к стану, то увидел тельца и пляски. То есть они плясали там, пред этим тельцом. И даже Моисей, он воспламенелся гневом, бросил из рук своих, скрижали, они разбились, тут первые скрижали. И дальше он делает такую вещь. Он берет тельца, которого они сделали, сжигает его в огне, и потом начинает его, как это, как правильно слово подобрать, растирать. То есть вот это золото начинает, как правильно, такое слово, даже не в стружку, в пыль, как это, перемалывать, перемалывать или как правильно. То есть начинает его стирать, превращает его в пыль, в такое мелкое золото, в крупинке. Кто может быть видел, песок золотой, песок сам, который добывают. Начал, и он смешал с водой и дал им всем пить. Вот эти сережки, которые они принесли, которые им дал Бог, которые они принесли, сделали, из которого тельца теперь эти сережки оказались где? вот там, внутри. И знаете что? И Бог показал им, вот что у вас внутри. То есть вся эта картина, она стала понятна, вот что у вас внутри. Это изнутри. Я как-то разговаривал с одним врачом, и он мне такую мысль сказал, говорит, знаешь, вот то, что Моисей дал им пить, вот этот состав вода и пепел растертый, золотой пепел, смешанный с водой, то это сильное слабительное. Он не так сказал. Ну я не пробовал, как бы золота столько нет у меня. Но он говорит, по составу, если вот это все смешать, то это очень сильное слабительное. Когда он это сказал, у меня такая мысль, я думал, о, Господи, что же там тогда встанье началось? Что можно было слышать, и что можно было увидеть, и что можно было учуять? Если врач так, ну, правду говорит. Вот, друзья мои, это страшная вещь. Мы можем потерять то, что Бог нам дает. И знаете, как мы это теряем? Бог сам забирает у нас это. И если мы начинаем Богу изменять, Бог забирает у нас. Вот сейчас я, мысль мне приходит, я не помню, где написано, может быть, кто-то меня подправит. То в законе было такое положение. Ну, например, между мужчиной и, между мужем и женой. Если муж подозревал свою жену в измене, то они должны были прийти перед священником, и священник должен был дать, жена говорила, нет, я ей не изменяла. И священник должен был дать специальный какой-то раствор. Кто помнит кто-нибудь? Нет? Да. То есть она должна была выпить какой-то раствор. Саша, есть теленков? Нет? Не помню. Да. То есть там, там то ли земля бралась какая-то, то ли прах насыпалась, надо посмотреть. То есть был такой, ну, как бы, раствор, и она должна была выпить, и если она оставалась живой, значит, она говорила правду. А если она вот пред Господом, давай, на, выпей, если ты правду говоришь. И если она выпивала, умирала, все понимали, ну, вот Бог ее наказал. То есть так, как суд был пред лицом Господа. Вот что-то похожее, вы понимаете, что-то похожее произошло. Вот, послушайте, мы можем потерять то, что Бог нам дает. И потерять не просто так, а ушло там, а потерять с болью, потерять с горечью. Потерять, и эта потеря может нас ранить, наше сердце. Она может изменить нашу жизнь. Почему? Потому что Бог есть Бог-ревнитель. И Он не потерпит измены Ему. Если мы изменяем, если мы вместо Него делаем себе Бога из того, что Он нам дает, Он заберет у нас то, что Он дал нам, а вместе с этим Он забирает того Бога, которого мы смастерили в нашем мысли или в нашем сердце. Ведь идол у них образовался не в сердце, не в глазах, в сердце у них Он был. А теперь просто представьте, если то, что вы имеете, является идолом, и Бог решил забрать у вас это. И твой Марк 2, как его могут забрать? Ну нет, ну воровать кому нужен? Старый все равно, 90 какого-то года. Ну красивый, да, там все. Ну а кому-то? Как? А тебе что бояться? У тебя друг Егор Майберг, он тебе электрику быстро там починит. Но такое мы можем наблюдать? Авария. Ты соблюдаешь все правила дорожного движения, ты ездишь аккуратно, все, ни одного штрафа за все время. Все спокойно, вдруг лихач какой-то выезжает, прямо тебе лоб в лоб. Ты только выпрыгнуть успел? Бах, смотришь, нет. Нет ничего. Такое может быть? Может. Гитара наклонилась, упала, бах, гриф, все, нет гитары. Может такое? Было такое, Макс, хоть раз? У меня было. Поставил гитару, моя родненькая гитара поставил. А пол такой, знаете, деревянный. Наступишь он там ходуном. Ну и наступили ходуном гитара. Смотрю, пошла, бах, грифом, все. Ударилась грифом. Нет гитары. Волосы на себе. А-а-а, гитара. Но это вещи материальные. А вы просто представьте, умерла жена или муж. Или ребенок заболел смертельной болезнью и умер. Такое же тоже может быть. Если мы говорим о том, что идола мы можем сделать из всего того, что Бог дает нам. И это же не только материальные вещи. Я встречал одного парня, вы знаете, он о зубах своих очень так щепетильно. Он их чистил по три раза в день. Причем так, ну, я такой человек, раз-раз и все. А вот он, он такой, там все, один зуб, там он, и все, это столько времени уходило. Все там их подправлял, все там делал, к врачу, как если что-то, раз, все. В маршрутке ехал, просто ехал в маршрутке. Газелист резко по тормозам, и он об этом зубами. Вылетело три сразу. Вот и смешно, и грешно. Я, конечно, его увидел, когда он показал. Мне смешно было. Но я просто знал всю эту картину, как он вот о них щепетильно. Поэтому вот, друзья, подумайте сегодня над этим. И наши танцы, если Бог нам дал, вот он дал нам. Нам не надо танцевать вокруг того, что Бог нам дал. Нам надо вокруг Бога танцевать. Дал нам Бог жену, слава Иисусу, но я танцую вокруг Иисуса. Дал мне Бог машину, слава Иисусу, но я танцую вокруг машины, пляски не вокруг машины, а вокруг Иисуса. Дал мне Бог работу, аллилуйя, но я танцую не вокруг работы, вокруг, вокруг Иисуса. Вы понимаете? Дал мне Бог служение, доверил такую важную вещь, слава Иисусу, но я не вокруг служения, я не горю служением, я горю Иисусом. И даже если Бог пошлет мне смерть, то я буду плясать, плясать на похоронах, да, вокруг Иисуса, потому что смерть для нас, это всего лишь переход с одной формы жизни в другую форму жизни. С Иисусом. Аминь. Аминь. Да благословит нас Господь. Давайте мы встанем, помолимся нашему Богу. Как узнать, являюсь ли я идолопоклонником или нет? Вы знаете, как узнать? Я вам скажу. Вы можете проанализировать. Может быть, это не сто процентов, но в этом есть доля правды. О чем или о ком вы больше всего думаете? Вот Он есть ваш Бог. Есть о ком или о чем вы больше всего думаете? Вот это и ваш Бог. Кто-то скажет о себе родненьком. Да. То ты Бог сам из себя сделал Бога. Я Бог. Вы слышали такое? Я, говорит Бог, я сам вывел себя из рабства египетского. Сила воли. Слышали, да? Я вышел сила воли. Я еще в тюрьме бросил курить. И в тюрьме я еще бросил там материться. Вот воровать не бросил. Только. Не могу. Видели, да, такое? Такое может быть. Давайте мы помолимся. И Господь нас учит, и Он говорит, чтобы мы, чтобы мы остерегались идолопоклонства, чтобы мы уклонялись от идолопоклонства, чтобы мы не делали себе других богов. Пусть Бог нас благословит. Небесный Отец наш, во имя Иоанна.